Сейчас я дорабатываю скамью, которую мы создали с помощью инструмента Extrude, потому что необходимо любую модель детализировать для последующей хорошей визуализации. И далее мы с вами приступаем к моделированию следующих элементов методом вращения с помощью модификатора LADA. Да, мы будем моделировать несколько интересных объектов, поэтому пока я доделываю сейчас скамью, вы можете обдумать то, как возможно смоделировать урну, как можно смоделировать вазон. Я вам даже могу их продемонстрировать. Вот, к примеру, такая урна, такой вот фонарь, либо такой, либо такой. Скорее всего, может быть, даже такой будем моделировать. И вазон. Такой вазон, который мы будем моделировать средствами, которые мы уже практически с вами изучили, но немного не доизучали. Еще один небольшой инструмент LADA остался, но уже практически мы с вами умеем создавать вот такие интересные композиции. Это в чем может заключаться дальнейшая детализация данной скамьи. Я немного видоизменил сплайн, его более закруглил с помощью привыкобези, я добавил дополнительные планки. И теперь осталось, на мой взгляд, добавить небольшую детальку. Это болтики, на которых крепятся планки. Это можно сделать либо с помощью сферы. Я создам сейчас сферу. Создам сферу. Поверну ее на 90 градусов. И с помощью полигонального моделирования, опять же, конвертирую в редактируемый полигон. Отрезаю у нее часть. Получился болтик, который, в принципе, применяется абсолютно повсеместно. Я его сейчас выровняю по планке, по этой планке, по центру. Окей. Он выравнивается. Вот он получился. Я немного подвину вот эту штуковину. Я как раз тоже выровняю по планке, по оси Y. Мне необходимо. Выравниваю по центру Y. Окей. То есть теперь болтик абсолютно ровно находится с этой планкой. Значит, он, правда, не хочет выбираться. Скорее всего, он просто у меня создан в заблокированном слое основы. Я его перенесу. Напишу, что это клепки. Клепки. Окей. Далее присвою материал. Да, пока мы не присвоим, кроме цветных материалов, никаких других. Перехожу в окно проекции Left. И добавляю эти кнопки на остальные объекты. Сюда добавил. Сюда добавил. Можно их немного углубить. Да, для того, чтобы человек... Все у нас должно быть практически направлено. Человек садится, как бы, да. Он не должен спиной ощутить наличие. По крайней мере, будет смотреть, да, куда садится. По-хорошему эти кнопки необходимо вставить в углубление. Далее я вам покажу в следующих уроках, как создать это углубление с помощью инструмента Boolean. Но пока применяем вот такие вот простые средства. Далее я копирую. Просто-напросто. Окей. Да. Скопировал. Еще раз скопировал. Затем сюда скопировал и выровнял. Скопировал и выровнял. Сюда скопировал. Сюда. Горизонтальные планки пусть у нас будут... В принципе, тоже можно их закрепать. То есть, опять же, создать копию с прижатым шифтом. Повернуть привязкой с угловой на 90 градусов. И в окне проекции Top. Вживить их, да. Вживляю. Вживляю. То есть, достаточно все просто и быстро получается. Вживляю. Вживляю. И в последнюю планку вживляю. Далее выделяю, опять же, их все. Вот такая скамья металлиста у нас получается. Да, конечно же, можно было кнопки, опять же, детализировать, создать. И просто кнопку, может быть, более плоскую, опять же, вживить ее. Непосредственно в какое-то отверстие. Но пока, я думаю, будет достаточно и этого. Разместил, да. Сзади мы не будем размещать, так как рендер с той поверхности осуществлять, скорее всего, не будем. Опять выравниваю по оси Y. Окей. И на последнюю планку все. Все, да, получилось, сохраняем, сохраняем свою сцену. Здесь можно чуть-чуть глубже все-таки. Что-то она прям очень сильно торчит. Вот то, что у нас получилось. Опять же, немного слов, немного букв о слоях. Управление слоями находится во вкладке. Вот в этой вкладке. Небольшой, краткий экскурс в слои. Слои, да, все ели селедку под шубой, все ели торт Наполеон, мой любимый. Который, в котором все ингредиенты располагаются по слоям. Также здесь. То есть, любой ингредиент, любую модель необходимо, возможно, расположить на определенном слое. На определенном слое. Здесь, видите, у меня снова располагается на одном слое. Она, при том, стоит галочка Freeze. Соответственно, она заморожена. То есть, ее никаким образом нельзя выделить, никаким образом изменить. Если я поставлю галочку Hide, то она скрывается. То же самое касается всех остальных слоев. То есть, для чего нужны слои? Как раз для того, чтобы можно было скрывать, можно было отключать рендер данной модели. Можно было, например, выделять все клепки. Да, вот у меня в клепке находятся их, если выделять все на модели, достаточно долго. Я просто-напросто захожу в панель слоев, нажимаю правой клавишей мышки, нажимаю Select. Соответственно, все кнопки, которые были созданы, они выделяются. Я их могу, например, перетащить, удалить, сделать с ними все, что угодно. Например, наложить материал и так далее, и так далее, и так далее. То есть, поработать корректно. Я сохраню с плюсиком сейчас, да, следующий этап, чтобы осталось все. Поэтому я вам советую работать со слоями. Создавать слой можно с помощью клавиши вот этой, с помощью клавиши этой. Но помните, если у вас что-то выделено, например, я выделяю эту планку и нажимаю на кнопку создания нового слоя, то эта планка попадет в новый слой. Чтобы создать чистый новый слой, мне необходимо снять выделение со всех объектов и нажать на кнопку создания нового слоя. Итак, давайте приступим к моделированию следующих элементов. К моделированию следующих элементов. Первым элементом у нас будет фонарь. Первым элементом у нас будет фонарь, да. Я надеюсь, что вы выбрали уже один из фонарей, который я вам предоставил. Мне вот нравится очень вот этот фонарь. Конечно, детализировать, мы попробуем детализировать, насколько у нас хватит времени по программе ворон. На ваше усмотрение, захотите добавить ворон без проблем, мы с вами в полигональном моделировании будем рассматривать, как создать живые объекты. Как создавать живые объекты, но пока нас интересует непосредственно вот эта часть, вот эта часть, и мы с вами сейчас попробуем ее создать. Итак, что нам необходимо? Нам необходимо, во-первых, изучить новый модификатор, который называется TheLada. Да, среди других, да, в теме модификатора мы его не рассматривали с вами. Мы Extrude и Lada, некоторые другие, рассматриваем отдельные группы, как мощные инструменты для моделирования. Что представляет из себя этот модификатор? Модификатор Lada представляет собой систему вращения, систему вращения сплайна. Для того, чтобы создать вот такой радиальный объект, например, применяется он для того, чтобы создать, ну, в основном, радиальный объект, может быть, какой-то угловатый объект с малым количеством ребер, да, но на деле, сейчас вы это все увидите, будет более наглядно, будут более наглядные мои слова, поэтому приступим. Итак, нам необходимо создать сечение, сечение вот данного фонаря. Мы можем создавать фонарь отдельно, отдельно лампу, отдельно сам корпус, да, но так мы, в принципе, и поступим, но можно, в принципе, и смоделировать все вместе, тогда нам придется отсоединять полигоны фонаря, лампы от корпуса, поэтому мы будем отдельно моделировать. Итак, что нам необходимо? Нам необходимо перейти в 3D Max, так как мы сплайна будем рисовать в 3D Max, в принципе, можно нарисовать и в Photoshop, к примеру, да, можно нарисовать в каком-то другом редакторе, и потом импортировать в 3D Max. Но, так как все наши занятия посвящены данной программе, мы будем рисовать в ней. Итак, я создаю новый слой, открываю панель слоев, создаю новый слой, пишу фонарь, чтобы у нас он располагался отдельно от всех других объектов. Теперь я перехожу в окно проекции, например, Front, да, то есть у меня сбоку здесь будет фонарь, и приступаю к рисованию, так вот масштабирую, приступаю к рисованию сплайна, линии, с которыми вы хорошо знакомы, вы знакомы уже с редактированием линий. Перехожу во вкладку Shape, выбираю Line, контролирую, проверяю настройки, стоит Conor, без E, все правильно, то есть я могу создавать как угловые линии, так и закругленные. И теперь приступим, ну вот такая форма, насколько детально она получится, все зависит от вас, и я начинаю рисовать, то есть мне нужно создать сечение, сейчас вы посмотрите, что это будет за сечение, да, то есть создаю вот эту часть, верхнюю, верхнюю часть, помните, что всегда можно доработать с этим, все это потом уже после моделирования, создаю, после моделирования основных частей, частей, то есть вот эти все переходы, я сейчас пытаюсь воспроизвести, может быть у нас немного отличный фонарь получится, от того, что задумывалось, сейчас посмотрим. Вот я создал сечение фонаря, которое будет служить для построения дальнейшей модели. Далее я перехожу к редактированию, да, то есть редактирую форму, чтобы она была достаточно закругленной. В этом плане рисовать в фотошопе относительно удобнее, потому что там работа с кривыми без E реализована лучше, на мой взгляд, да, вот эти, например, детали мы можем с вами доделать с помощью репетра, редактирования с помощью функции refine, то есть я добавляю определенное количество кнопок и их немного, таким образом, вдавливаю, да, то есть создаю детальность, детализированность, здесь это будет лишним, то есть сюда, да, вот эту, я сейчас немного прибавлю, затем вот эту линию нам необходимо создать, опять же, я рефайном создаю три точки, заодно из которых, да, центральную я буду тянуть и изменять ее масштаб. Далее вот такое закругление. Далее мне необходимо создать тоже детальность вот у этих штук, то же самое, опять же, этим же инструментом. Одна, вторая, третья точка, опять немного ее выпукливаю, масштабирую, вращаю, да, чтобы она располагалась в одной плоскости с основной линией. Ну, в принципе, можно достаточно долго работать над любым, да, объектом, чем более детализирован будет сплайн, тем, соответственно, более красивым получится наш объект в итоге. Чем больше вот таких вот нюансиков мы добавим, тем, соответственно, более рельефным он получится в итоге. Но сейчас нам необходимо доделать основное все. Опять же, я сейчас здесь создам несколько таких углублений. Вот таким образом. Немного можно масштабировать, опять же. Можно включить, попробовать локальную привязку. Вот на кнопке, на вершине она не действует, на данной вершине. Ну, может быть, конечно, чрезмерно я зарельефил данный сплайн, но что получилось, то получилось, да. Вот итоговая картинка, при этом эту мы можем чуть-чуть поджать. Поджать и необходимо подстроить таким образом, чтобы у нас вот эта точка была примерно по вертикали, вот с вот этой точкой, то есть ось вращения была, по оси вращения располагались все элементы. Теперь мне необходимо либо создать утолщение, но в принципе, так как у нас объект, он полый, но визуально не полый, то есть его нет необходимости создавать полым. Тополый объект мы будем создавать на примере вазы. То мы можем выставить теперь вручную, выставляем точку вращения. Делается, как выставить точку вращения. Делается это во вкладке иерархия, которая находится на командной панели третья слева, иерархия. И здесь при нажатии на кнопку эффект пивотонли, то есть настроить привязку я настраиваю привязку вот по центру данного объекта. Включаем сетку и смотрю, насколько... Сжимаю кнопку, то есть, соответственно, я настроил. То есть можно вот эту чуть-чуть обратно подтянуть вот так вот. И далее я применяю просто-напросто модификатор. Я применяю модификатор, который называется LADA. Вот он у меня вынесен в кнопки. Мы знаем, как создавать эти кнопки, поэтому ничего сложного у вас не возникнет. Вот то, что у нас получается. То есть, в принципе, слишком близко отстоит. То есть можно, даже нужно вынести... Во-первых, отредактировать вот эту линию. То есть вот так чуть-чуть подвинуть. Таким образом. Да, немного геометрия меняется, ничего страшного. Таким образом. И подвинуть вот эти точки. Подвинуть эти точки. Да, примерно так. И отредактировать точку вращения. Отредактировать точку вращения. Поставить ее примерно сюда. И теперь опять же применить этот модификатор LADA. Вот то, что у нас получается. Немного отличается. Может быть, по высоте. Мы же делали все-таки не по чертежу. Делали не по чертежу. Но такая штука получается. Всегда мы можем вернуться по стойку модификатора назад. Например, подвинуть эту кнопку вот таким образом. Посмотреть, что получится вот такое углубление. Да, можно еще выше его поднять, но это уже как бы не принципиально. Да, первый элемент фонаря мы с вами получили. Первый элемент. Я его немного настрою соизмеримо нашей скамье. Так, скамье тоже переведу. Такой. Все это сделаю. Давайте пластилином таким вот цветом, да? Таким вот цветом. На данной раскраске лучше всего видны все полигоны. Кроме того, да, про модификатор LADA. Что мы можем в нем изменить? Так же, как в любом другом модификаторе, у него есть настройки. То есть мы можем изменить угол вращения. То есть мы можем не полностью создать вот такую половину. Создать, например, лампы. Можем снять start, cap, n. То есть могут сняться вот эти вот вершины. Кроме того, мы можем изменить ось вращения. Но лучше оставить ее, как у нас есть. Изменить центр вращения вручную можно, да? Таким образом. Изменить центр вращения. То есть поменять его как бы. Min, центр, max, ось, вот, y. И самое главное, изменить количество сегментов. То есть можем уменьшить такого. Можем чем больше увеличить количество сегментов, то абсолютной округлости лампы. До абсолютной округлости лампы. Изменить вот этот наклончик. Аппетит приходит во время еды, да? Причем объект можно совершенствовать бесконечно, если нет чертежей точных. Далее нам необходимо создать вот эту форму. Да, она тоже достаточно. Давайте ее попробуем. Непростая. Давайте попробуем ее создать тоже с помощью линии. Тоже с помощью линии. Опять же в окне проекции. Front. Я начинаю рисовать линию. Вот отсюда она примерно будет выступать, да? И, соответственно, я рисую. Можно там что-то такое вот придумать. Такая вот будет у нас интересная лампа. И примерно подвожу в центр. То есть вот он центр, да? Я примерно подвожу в центр. И делаю закругление. Делаю закругление. Чем интересен объект лампа? Это тем, что у него есть внутренний объем, да? То есть необходимо нам сейчас с помощью редактирования сплайна, с помощью инструмента Outline, придать определенную толщину данному объекту. Так вот я нарисовал общий контур, да? И теперь мне необходимо... Теперь мне необходимо создать внешний контур. Для этого я перехожу на уровень сплайна. Выделяю полностью сплайн. Выделяю полностью сплайн. И ищу функцию Outline. И создаю вот такой контур. С помощью этой функции создаю небольшой контур. Далее все, как обычно. Я захожу в панель Иерархия. Выставляю точку вращения. Могу выстроить по центру вот этого... вот данного нашего фонаря, да? Выстрел, она, в принципе, совпадает, да? Практически совпадает. Немножко остается подвинуть основную фигуру. Таким образом. Вот я опять же применяю модификатор LADA. Выравниваю по центру. Вот что у нас получается в итоге. Вот что получается в итоге. Конечно, да, в чем отличие? Здесь пустотело. Видите, получается пустое, да? Мы можем поместить туда спираль, например, лучинку. Все, что угодно. Это получается не пустотело, так как мы внутренний объем не создавали. Внутренний объем не создавали. Вот получилась лампа. Сохраняем, сохраняем этап. File. Save. As. И сохраняемся с плюсиком. На всякий случай. Далее нам остается самое простое. Да? Это создание... Создание ножки. Создание ножки. Можем использовать эти элементы. Можем пока просто создать... С помощью того же самого вращения. Того же самого вращения. Во-первых, вот этот элемент мы можем создать с помощью двух цилиндров, да? То есть я перехожу в окно проекции Top. И начинаю создавать цилиндры. В панель Standard. Активирую цилиндр. И создаю, да? Вот можно проконтролировать в сеточном режиме клавиши F3, напоминаю. Слишком толстый у меня получился цилиндр. Я, соответственно, его радиус уменьшаю. Уменьшаю радиус. Вот он получился, да? Далее я могу изменить его высоту. Примерно на сколько вот. Настолько, да? В окне проекции Front виднее будет. Да? Создал первый цилиндр. Затем его копирую. Клонирую с помощью клавиши Shift. Создаю обычную копию. Изменяю его диаметр. Радиус. Таким вот образом. Изменяю его радиус. Изменяю его высоту. Изменяю его высоту. И необходимо нам создать вот такой изогнутый сплайн. Изогнутый сплайн. Да, сразу этот цилиндр я могу скопировать. Он будет выступать. Чуть-чуть это двинуться ко мне, чтобы не мешало. Он будет выступать в виде ноги. Радиус. Единственное, я, видите, вам про единицы измерения еще сразу не сказал. То есть единицы измерения у меня, конечно, немного. И такие, которые нужны. Хейт. Вот часть фонаря, да? Теперь мне необходимо создать изогнутую линию. Еще вот такую штуку создам. Все это я делаю с помощью параметров, да? С помощью изменения параметров. С помощью создания стандартных примитивов. Теперь мне необходимо создать такую линию. Опять же, это делаю с помощью кривой. Лайна. Активирую лайн. Смотрю, что у меня должно. То есть должно получиться вот так. 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 Затем вот сюда, например, у меня здесь будет дуга, да? Я создаю дугу. Прижимаю левую клавишу мышки. И далее. Вот получилась линия, да? Можно создать из двух линий. Можно из дуги создать и из двух линий, в принципе, и потом слить. Это уже выбор как бы остается за вами. Далее выравниваю. Выравниваю по центру. И остается включить просмотр. Захожу в модификатор и включаю свитки рендеринг. Ставлю галочку Enable Renderer and Enable Viewport. Вот, в принципе, даже толщина уже может устроить. Немного мы изменяем параметр Thickness толщины. И меняем настройку. Далее остается детализировать, детализировать фонарь. Изменять размер. Изменять радиус. Углубляя, к примеру, да? То есть, чем больше, опять же, детали мы создадим с вами, тем более красивым получится объект. Вот так мы можем даже немного радиус увеличить. Вам не советую пользоваться вот этой все-таки клавишей. То есть, для совсем быстрого моделирования можно инструменты масштабирования, так как не сохраняются тогда координаты. То есть, приналожение текстур может быть некорректно, может быть некорректно. Последующее, например, если вы масштабируете сплайн, последующее, например, закругление сплайна, то есть, наложение различных инструментов может быть некорректно. Постарайтесь применять такие простые инструменты. Я сейчас хочу сделать вот таким аккуратненьким. Здесь присутствует много элементов. И нам необходимо создать еще декоративные элементы. Опять же это мы будем создавать с помощью стандартных линий. То есть с помощью линий можно создать очень много разных объектов. Вот сюда мы посадим сейчас сразу с вами шарики. Сферы. Вот такие вот сферы. Выравниваю по центру. Сажаю сюда. Сажаю сюда. Изменяю немного радиус. Такое у нас получается. Сажаю сюда. Некоторые декоративные. По игреку мне надо выставить. Так что там странно по игреку. Давайте вот так расположу. Немного радиус уменьшу. Вот то что у нас в итоге получается. Не забывайте сохраняться. Здесь мы можем тоже применить либо какой-то, например, стандартный объект. Но что мы можем применить? Но пока давайте применим просто бокс, да? Такую штуку. Потом мы его детализируем. Вот так вот. К примеру, да? Здесь опять же элементы кручения. Здесь опять же элементы включения. Вкручения, в принципе, мы можем этот элемент достаточно быстро набросать, да? То есть не уделяя особого внимания деталям. То есть примерно отключить галочки. Enable Renderer. Так, а куда делся? Прямоугольник. Ладно, создадим его еще раз. Сейчас бокс еще раз создаем. Куда-то он вдруг делся. Окей. Окей. Можно чуть-чуть так вот вытянуть. Создадим элементы кручения. Сейчас Line и создаем. Да что ж такое? Все время оно включается, включается. То есть вот такой вот интересный будет элемент. Да, в основном эти все элементы, они будут располагаться достаточно далеко. Выстраиваю точку. Можно выстроить по центру вот этого объекта. По оси X. И повращать его опять же. Вот. К деталям тяготею. Не могу оставить все как есть. Оно немного нужно доделать. Применяя Lada. Да, вот формируется. И соответственно его нужно еще и выровнять по центру. Так вот. Этот же мы с вами можем. Объект перенести на какой-то. Скопировать вот сюда, к примеру. да. Таким образом. К примеру, при переходе. Да. Либо вот сюда. Либо вообще можно его растянуть немного. Таким образом. Создать икротивную. Продолжаем декорировать наш фонарь. Далее нам необходимо все-таки создать вот эти вот узорчики. Вот он узор идет и закругляется. Опять же, это можно сделать в фотошопе. Мы сейчас быстренько с вами набросаем здесь. Вот этот элемент, к примеру, да. В окне проекции Front. Я активизирую линию. Активизирую линию. И приступаю к моделированию. То есть мне можно закружить, вот таким образом. Я могу применить инструмент Helix, к примеру. Создать вот такую вот штуку. Создать штуку. Увеличить количество тюнсов в ее настройке. Где у нас тут? Side, Angle, thickness, Radial. Вот они тюнсы. Соответственно, вот так вот выровнять все. И изменить высоту. То есть поставить нулевую высоту, к примеру. Изменить радиусы. Вот то, что получается с помощью стандартного. Да, можно уменьшить количество тюнсов. Просто-напросто так вот поворачивать. И необходимо достроить просто теперь уже нам. Я немного вот так все-таки вручную промасштабирую. Необходимо достроить вот эту линию. Я активирую обычную линию. Снимаю галочку Start, New. И создаю линию. Включаю привязку по вертексам. Здесь все вроде стоит. Вот она привязалась. Создаю сюда. Создаю такую штуку. И ставлю вот сюда дальше. Вот эту уже закругленность мы также создадим с помощью инструмента. Так. Так, здесь включим BSE. Включение закругляешься. Вот таким образом мы создаем сложный элемент. Да, он немного другой. С помощью дуги. Но опять же схема та же самая остается. В принципе можно это увести. Вот так вот. Да, к примеру. И так далее, и так далее. То есть поработать. Попосредственно то же самое. Опять нужно создать Helix. Мне необходимо создать Helix. Отредактировать количество заворотов. В принципе. Такого, я думаю, будет достаточно. Такого количества. Сейчас создам отражение по оси X и выстрою фигурку. Таким вот образом. Отредактируем радиус. Поставлю Height на 0. То есть на радиус немного. Таким образом. Вот то, что у нас в итоге получается. Теперь нам необходимо соединить все эти вершины для пущей точности. Для этого я перехожу в Line. Attach. Нажимаю кнопку Attach. Attach. Этот еще элемент. И сливаю. Ищу место разрыва. Вот они. Место разрыва. Объединяю. Нажимаю Weld. Соответственно сливается. Здесь тоже самое. Weld. Увеличить количество. Weld. Вот происходит слить. Далее мы просто-напросто применяем к этому элементу. Применяем к этому элементу функцию EnableInRenderer и EnableInViewPort. И выставляем Rectangle. Ох. А я же не выстроил. Вот в чем оплошность моя получилась. Вот это да. Вот такая получилась линия. Крутая. Что называется. Сейчас я ее выстрою. Да. Это вот произошло из-за того, что я не видел все окна проекции. Соответственно я и это выстраиваю теперь по центру. Вот теперь все должно нормально быть. Это тоже самое. Attach. Attach. Присоединяю. Перехожу на уровень линий. Соединяю эти линии. Объединяю. Weld. Эту. Эту. И ставлю EnableInRenderer. Ставлю Rectangle. И изменяю параметр ширины. В данном случае этот параметр можно изменить. И выстроить по оси Y. Выйти из редактирования. Выстроить по оси Y. По центру. Вот что у нас в итоге получилось. Далее мы просто-напросто работаем с этим элементом. Сюда например присоединяем. Копируем его. Отражаем по оси X. Переносим сюда например. То что получается. Можно при том отредактировать. Точки вот эти. То есть я их редактирую. Выделяю это. Это я немного переношу правее. К примеру. Вот так. Создаю. Кольца. Также с помощью. Циркала только. Такое. Кольцо. Опять же не забываем выравнивать. Не забываем выравнивать. Таким образом. Да. Вот. Получается немного ребристый. Это параметр. Который за сглаженность отвечает. Да. Можем перенести сюда. Его немножко уменьшить. Потом уменьшить. Так вот. Удлинить. Вернее. Чтобы нам не работать над новыми элементами. Я просто видоизменяю старые. Уже готовые. Вот так вот. Теперь мне необходимо. Чуть-чуть подвинуть. Сюда этот элемент. Так вот. Всё. Всё. Работаю. Работаю только с помощью точек. Перенести. Сюда ближе можно либо дальше. наоборот. Масштабировать. Привой обезья. Чтобы получился закругленный. Нормальный край. Можно даже такую штуку создать. Интересную. Да. Здесь это главное. Сейчас создано на таких держалках. Да. Интересных. Держалках. Затем мы вносим. На 90 градусов. Вращаем. Получаем вот такую фигуру. Можно её отразить. Опять же. Зеркально отразить. Таким образом это вообще можно удалить. Просто на клавишу «Удалить» нажать и удалить. Но. Сейчас чтобы нам можно было вытянуть. Таким образом. Хочу удалить. Чтобы можно было вытянуть. «Удалить». Ну вот. К примеру. Так вот. Таким вот образом. «Удалить». Это я сюда копирую. То есть. Происходит детализация, дальнейшая детализация нашего фонаря. Дальнейшая детализация. Можно опять же вот это воссоздать форму. Создать дополнительную точку. Рефайном. К примеру. Здесь вот и закруглить. Да. То есть. Уже. Ваше воображение позволит вам. Видоизменять. Все эти фонарные структуры. Осталось нам добавить. Детализировать. К примеру. Данный бокс. Я это буду делать с помощью полигонов. С помощью полигонов. Об этом я расскажу вам позже. Более конкретно наглядно расскажу. На уровне ребер. Я сейчас применяю «Connect». Далее создаю такую форму. Это можно тоже. Либо это, либо это. Чтобы поле правильно все создавалось. Необходимо масштабировать все равномерно. Такая штука. Получается. Ее могу перенести. И сюда, например. Как показано на рисунке, как на фотографии. Создать вот такие держалки. Декоративные опять же элементы. пункты. Пункты свечер как пугает, а? Вот. То, что у нас получается. И далее нам необходимо создать вот эту перекладину. А вот она перекладина. Сейчас здесь сделаю такой переход. Данная фигура не совсем ровненько встала, что не есть хорошо. Но это всегда можно подредактировать. Так вот. Редактируем. Опять же можно это сделать на уровне line. Таким образом. Таким образом. Сюда завожу либо вообще можно удалить. Сейчас отразить попробую по Z. Это я удалю. А это я просто подровняю. Что-то у нас. Подровняю по вот этому краю. Вот то, что получилось. Да. Далее создаю линию. Соединяю. Так. Таким образом. Например, здесь она будет располагаться. EnableRenderer. Изменяю толщину. Равниваю по Z. Равниваю по Z. То есть. Редактирую. В принципе. Этот элемент не обязательно. Да. Он немного портит композицию. Немного портит композицию. Но. Что как-то делать композицию. Я создал вот такую вот еще штуковину. Далее вот эти вершины. Вот. Вот то, что получилось. Далее остается дело за текстурированием. Опять же. За доработкой определенной. То есть. Вот это уже можно перенести сюда. Доделать. То есть. В принципе. Совершенству. Нет. Никаких абсолютно. Ограничений. Здесь все правильно. Здесь можно так выстроить. Пошире немного делаю. Таким образом. То есть. Я просто-напросто видоизменяю уже готовые формы. Даже можно это сюда перенести. Да. То есть. Никто нам не мешает абсолютно сделать. Опять же увеличить. Насштабировать. Получить такую форму. Вот. В итоге у нас получается такой фонарь. Мы его группируем. Групп. Групп. Фонарь. И располагаем, к примеру. Справа. Справа от лавочки. Конечно. С лавочкой немного. По стилям. По стилям получилось немного разное все. Да. Но мы с вами также создавали другую лавочку. Поэтому. Поэтому. Вы можете использовать именно ту. Для такого фонаря. Чтобы стилистически все было схоже. Но пока вот у меня получилась такая композиция. Прямо того я лавку не объединил в группу. Лавка. Для того чтобы посадить. Вот. И никто не мешает нам конечно же. Лавочке придать те же самые вензеля. Те же самые вензеля. Так же закруглить все. То есть. Стилистически. Подогнать. Ее. Под данную композицию. Ну. Вот и все. Пока. Пока.